Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 апреля. Там столько навалили комментариев, вопросов. Вот сейчас мы быстро пройдемся по комментариям, которые пришли. У меня сейчас иногда даже прочитать некогда, потому что вы видите, какие идут видео. То я высаживаю томаты во вторую теплицу, то я эти уже посынкую, надо подвязывать. Короче, одни взрослые уже нужно посынковать, подвязывать. Те надо высаживать в теплицу, а малышей надо пикировать, которые для открытого грунта и переваливать. Я так иногда встаю, когда пораньше утром, бегло отмечаю, вот эту делаю, ставлю сердечко, чтобы вы хотя бы знали, что я уже прочла ваш комментарий. А у кого ответ, нельзя ответить да или нет, тот остается без этих значков. Мы сейчас пройдемся, и все, которые значками я не пометила, будем читать и отвечать. Так, так, так. Вот смотрите, Милана спрашивает, какой лучший сорт для соления огурцов. Таких сортов очень много. Раньше я предпочитала только сортовые, вот такие, как неженский, засолочный. Но сейчас и среди гибридов есть много сортов, которые для засолки хороши. Вот которые я всегда выращиваю, Настенька и внучок. Они небольшого размера, такие мелкобугорчатые. Они тоже хорошие для засола. Читайте на пачке, там обычно написано, какой сорт лучший для салата. Это вот такие сладкие есть, такие сладковатые. А какой для засолки. Сейчас такой ассортимент, что для засолки можно выбрать, зайти в магазин и выбрать без труда. Так, так. А, вот здесь вот Надежда Дача, но она уже, однако, нашла свой ответ на вопрос. Она пишет, все-таки расскажите, покажите о низкорослых, крупноплодных томатах, посынкования нижних. Все время раздумываю, удалять или нет. Вот я всем, кто хочет услышать про то, что я буду делать через месяц только, или как так там подвязывать, посынковать, смотрите прошлогодние. Смотрите позапрошлогодние видео, на которых я уже все показала. Сейчас мне нет смысла об этом рассказывать, если мне не на чем показать. Они еще маленькие. Я люблю рассказывать и одновременно показывать растения, что я с ним делаю. Но она потом написала комментарий, что я посмотрела прошлогодние видео и нашла ответ на все свои вопросы. Я вот всем новичкам говорю, что если есть какой-то вопрос, посмотрите хотя бы по названиям, по плейлистам, пройдитесь. На каждый ваш вопрос уже есть ответ, потому что уже снято все по три, по четыре раза, каждая тема. Некоторых наоборот это бесит уже, что я одно и то же говорю. Но вот видите, и опять каждый год возникают одни и те же вопросы, человек не может найти. И я, если есть свободное время, я иду на это и снова одну и ту же тему повторяю по два, по три раза. Так, ищем. Не отмеченный. Вот смотрите, пишет, не могу даже имя прочитать. Скажите, пожалуйста, если такая же ситуация у помидор до высадки еще далеко, надо ли обрывать зависть у рассады помидор? Но я не слышала, чтобы зависть у рассады помидор или цветы кто-то обрывал или общипывал, это не перец. У перца иногда общипывают, и то не все. Огородники делятся на две группы. Кто-то щипает перец, кто-то не щипает. Помидоры я не слышала, что кто-то когда щипает, по крайней мере, я никогда в жизни не отщипываю цветы томатов, потому что если вы отщипнете вот эту первую кисть, ну эту цветочную, плодовую, она самая крупная, самая ранняя, я не думаю, что это будет лучше для нас и для помидоров. Но, по крайней мере, я никогда так в жизни не делала. Ни один томатный цветок я не отщипнула. Короче, за мою жизнь ни один томат в моих руках не пострадал от этого. Вот опять Габдулина Миркам пишет. Опять та же самая тема. Если убирать нижний лист, касающийся земли, можно оставить пасынок, прищипнув точку роста после первого-второго листа. В огороде про говорит, что без нужного количества листьев не будет образовываться цветочная последующая кисть. Ну, короче, вот эта тема, сможет ли он скомпенсировать. Я никогда об этом не задумывалась и скажу точно, что никогда не оставляю нижние листья на земле. И, насколько я знаю, почти все огородники со стажем, они нижние листья, вот эти старые, пожелтевшие, всегда почти убирают. Потому что это и угроза заражения фитофторой, это и просто неэстетичный внешний вид. Не завязывая, как, мешает ли это образовываться кистям, никогда не считала листья. Ну, уже более 30 лет так всегда я делаю. Ну, не знаю, я бы не сказала, что урожай замедленный или заторможенный. Я этот вопрос очень сильно в него не углублялась. Считать листья на таком количестве томатов, я считаю нецелесообразным. Если и так все хорошо, но нижний лист я даже буду убирать, даже в том случае, если убрав нижний лист, между первой и второй кистью нарастет еще один лист, как бы в знак компенсации. Даже зная это, если бы я считала их, если бы я знала это, я бы все равно убирала нижний лист. У меня уже отработанная схема, я всегда вот эти старые нижние убираю. Ну, тут спрашивают, а вы, Наталья Смачковой, задавали этот вопрос? Она пишет, не задавала, видео вышло давно, думаю, она не будет пересматривать. Я вам скажу, открою такой секрет, что не обязательно пересматривать старые видео, если вы ей отправите вопрос. Вот видите, у меня же сейчас идут комментарии и со старых, и с прошлогодних видео. В тот день, когда вы отправите этот вопрос, они ей и придут вот на ее стол. У нас же с этой стороны совсем по-другому. Вот у меня новое видео, а сейчас будете видеть, что и про прошлогодние, вот про приму лупоза прошлогодние, если человек написал, то ей этот вопрос поступит в реальном времени, сейчас. Так что можете ей задавать вопрос и беседуйте. Не знала, что пасынки удалять утром, но это рекомендации специалистов иногда, что бывает не это, не всегда так получается, как рекомендуют специалисты. Но я все стараюсь делать утром, потому что к вечеру, за день, если особенно летом жарко, если что-то ты занимаешься какой-то работой, вечером еще выходить, пасынковать, это очень сложно после трудового дня. Я всегда делаю все такие ответственные процедуры по утру. Голова свежая, сам выспавшийся, руки просят работы, и вот очень хорошо и пасынковать, и подвязывать с утра, когда еще нет жары. Вот про бычье сердце. А бычье сердце детерминатное, какой высоты вырастает в теплице. Я в теплице бычье сердце никогда не выращивала, оно прекрасно растет на улице. Да, оно само прекращает свой рост. Оно вообще полтора метровая высота. Но я сейчас удивлена, сейчас очень много разновидностей. Вот бывает один старинный сорт, но уже давно известный нам. И раз выходит, то бычье сердце золотое, то бычье сердце какое-то малиновое, то бычье сердце красное, бычье сердце розовое. И везде указаны разные характеристики вот этих сортов. Какие-то указывают высота метр пятьдесят, какие-то на одном бычьем сердце видела даже два метра высота. Так что вам может попастьесь, наверное, бычье сердце разное. И то, что вот у меня она полтора метровая, это не значит, что у всех будут бычье сердце одинаковые. Я сейчас говорю, что очень рынок расширился. Я считаю, что это даже не нужно. Один сорт в пяти-шести вариациях, в разных, и люди запутываются. И они, надеясь на те характеристики, которые уже давно известны для этого сорта, высаживают, например, бычье сердце, пусть там золотое. А оно оказывается совсем другое. Мощный куст двухметровый. И некоторые ошарашены вот такой разницей. Но такое бывает. Вот Наталья Черняцкая пишет, а какая ширина грядки в центре с высаженными томатами? Наташа, если вы посмотрите, как я высаживала, вы увидите, это не грядка, это дорожка в теплице. И справа, и слева просто два рядочка. А то, что я закрыла одной дугой, это так получилось. Никакую ширину грядки я вам сказать не могу. Это две дорожки с разных, ой, два рядочка с разных дорожек. Было подробное видео, как я высаживаю, и там видно, что это не... Вот про Настеньку. Татьяна Фомичова спрашивает, а почему для Настеньки такие высокие коли? Разве их надо подвязывать? Опять же, тут разница. Она в открытом грунте, Настенька, 70 сантиметров. И везде на пачке написано 55-70 сантиметров высота. Но вы знаете, что в теплице все томаты становятся выше рост, ну как в высоту. И вот в теплице она может достигать больше метра. Я к ней подхожу, она вот на уровне моего лица, самые последние вот эти вот веточки ее, на уровне моего лица. Это где-то метр двадцать. Ну как вы думаете, если томат вырастает метр двадцать, надо его в теплице подвязывать или нет? Он же будет валиться на соседей. Конечно, нужно. А палочки такие высокие, потому что я не буду их сортировать. Вот для одной высокую палочку, метр двадцать ставлю, для другой, если она короче, то я буду ее отпиливать. Палки, купленные в магазине, они все стандартные. Даже если Настенька не дорастет до конца этой палки, все равно она будет подвязана к колу такой же высоты. Я не подбираю по высоте томата колу. Они же все стандартные. Вот про эти цветки. Почему-то... Так, Пахан Кудрявцев пишет. Оля, это не махровые цветы? А, Галина пишет. Под именем Пахан Кудрявцев. Извиняюсь. Почему-то все решили, вот я показываю цветы, что это махровые. Нет. Я сегодня покажу, в лицо посмотрим этому цветку. Он просто крупный, потому что сорт крупноплодный и цветок просто крупный. Махровый он совсем другой. Махровый это сросшиеся 2-3 цветка. Махровый я тоже удаляю, но это не махровый. Это индивидуальный один цветок. Просто он от крупноплодного томата. Потому что иногда отличаются цветы. У мелкоплодных они как-то немножко попроще, у них меньше этих лепестков. А у крупноплодных бывают вот такие вот массивные. Но это не махровый. Я еще вчера специально после комментариев посмотрела, он полностью распустился. Там видно серединочка одна, а у махрового вот этих серединочек несколько. 2-3, иногда даже бывает 5. Вся вот цветочная кисть, во время зачатия цветочной кисти, если холодно, она вся вот так вот вместе слепляется и уже потом не отделяется друг от друга. Уродливец этот будет потом томат. Вот я их удаляю. Как вы будете укрывать с колиями? Ольга Владимировна пишет. И многие мне задают этот вопрос. Вот тоже хотела спросить. Буду укрывать с трудом? Сейчас пока нет похолодания. Когда плюс за бортом, я сейчас укрыла, я сегодня покажу, укрывала только ту часть, поэтому я туда колия пока не поставила, с той стороны, где стенка, где холодно. Там я укрываю до кольев, а этот ряд стоит открытый, потому что температура комфортная, им не холодно. Но если будет холодно, я буду накидывать вот этот нетканный материал, другой. Тут у меня тот дойдет до кольев, а буду другой накидывать прямо на колье. Ну вот тут еще Лидия пишет, что там подогрев грунта и верхние обогреватели. Думаю, там ничего не замерзнет. Сейчас, хотя все это не включено, не подогрев грунта, ничего. Ну да, если будет вот такая экстренная ситуация, я говорю, что это моя подстраковка. Если нужно будет, я включу все, прогрею и накину что-нибудь. У меня накидывать есть чего. Я же когда тоннелями занималась, у меня куча этих пленок, все это лежит у меня. Я вооружена. Вот про белокрылку. Не раз уже приходит вопрос, но я не начинаю, потому что еще рано, еще холодно, еще не видно, есть белокрылка или нет. Вот Ольга Воскребенцева пишет, удалось ли вам победить белокрылку и как? Чем вы боретесь с совкой? Ну, во-первых, совки у нас, у меня в огороде, по крайней мере, нет. Ну, нет такой, не знаю, есть у нас вообще или нет, но у меня лично нет. А с белокрылкой в прошлом году я брала, выписывала в интернете препарат Тепеки, обрабатывала все лето, ну не все лето, несколько раз, три раза все эти зеленые посадки, старалась уменьшить поголовье, потому что, когда возьмешься поздно за это, когда она уже распространится по всему, ее уничтожить очень сложно, вы понимаете, огород высажено много-много кустов, и вся там трава, растительность, все для нее это, как она скрывается, обработать все невозможно. Ну, по крайней мере, мы в осень ушли, вот как некоторые показывают, поднимешь лист, там на обратной стороне сидят эти белокрылки, такой ситуации у меня не было вообще, ее было не видно. Ну, где-то там вспорхнет одна, там вспорхнет одна, и я в осень ушла с надеждой, что, возможно, после зимы, там остатки, которые остались, эти личинки, которые они отложили, может быть, после зимы их не будет, буду смотреть. Если как только, ну, как обычно, буду принимать все меры, также липкие клейкие ленты повешаю в теплице, сейчас хочу опрыскать, обрызгать этим отпугивающим в теплице, вот, запахом, потому что, когда в теплице воняет, не так, как им нужно, им не нравится. Я в том году делала чесночное опрыскивание, чтобы они в теплицу хотя бы не залазили. А потом, если я ее увижу, или где-то она вспорхнет, то, конечно, буду обрабатывать. Я не уверена, что я ее победила, говорят, что иногда несколько лет нужно, чтобы до конца всю ее победить, но пока ситуация такая, что сейчас пока холодно, у нас же минусы вот ночью были, еще никто не летает, у нас еще нет таких летающих насекомых. Вот Любовь Романенко пишет, дамские пальчики можно сажать под вал в лунку? Ну, мой совет, нежелательно, они очень хорошо растут, дамские пальчики, вот у меня в грунтовом варианте, если у вас есть место, их можно просто посадить и бросить, и они будут вот так по земле расползаться, или в одиночные посадки, если даже вы будете высаживать их два в лунку, нужно расстояние между ними делать большое, потому что, как я вот рассказывала перед этим, пасынки, которые они очень активно, вот эти вот все с плодами, они будут в ширину, как бы они такие же, как петруша, они в ширину расширяются, их как индетерминантные, как ботяня, например, в один ствол не поведешь, если вы общепнете эти все пасынки, в один ствол поведете, уменьшите урожай, если оставить все эти пасынки, то им в одной лунке будет мало места, им тесно будет, ищем еще неотмеченные, вот, какая толщина укрывного материала, скажите, пожалуйста, у меня две, как я уже показывала, у меня вот в неотапливаемой теплице укрыто двуми, я не знаю толщину, это невозможно запомнить, потому что покупаешь всегда все разное, у меня один тонкий укрывной, потом один толстый укрывной, короче, первый самый тонкий, второй самый толстый по цифрам, и еще одна пленка, номера, если честно, я не запоминаю, если все запоминать, не знаю, голова квадратная будет, наверное, вот, Лилия Вальтер, наша постоянная зрительница, спрашивает, наверное, не кем, но прошу совета по огурцам, а не такие неженки, как вырастить самые ранние, когда есть всего одна не обогреваемая теплица, вот я сегодня буду замачивать тоже семена огурцов, для того, чтобы вырастить самые ранние, самые такие, если нет условий на улице, конечно, выращиваем через рассаду, сначала я высеваю рассаду, она вырастет примерно 30, ну, 35 дней, потом, если нет возможности, через месяц, это будет примерно средина мая, если нет возможности в средине мая высадить, и как-то там ее укрыть, их, ну, если не будет возможности погода, у меня были случаи, когда я высаживала, переваливала их в ведро, ну, это вот для самого, два ведра, и, конечно, рассаду, вот, которую я выращиваю, я сначала ее в теплицу выношу, на день выношу, на солнце, можно на балкон, на лоджию, чтобы было тепло, и солнце, чтобы яркое было, днем заносила, потом также в ведре, эти два ведра, я вот с этими двумя ведрами ходила полмесяца, я ведро выношу, потом заношу, и когда высаживаешь в ведро, мы обманываем огурец, ему кажется, что он уже на постоянном месте, он начинает бурно развиваться, там же много земли, я вот два огурца в одно ведро высаживала, так же, как выращивают на балконах, но только в пакете они у меня стояли, потом, когда уже становилось тепло, я этот пакет осторожно, вместе с земляным комом, вытаскивала из ведра, рыла ямку, высаживала, пакет обрезала, убирала, ну, как со всех краев присыпала землей, они даже не чувствуют, что вы их пересадили, но к этому времени у них уже обычно и плети, и цветочки, я вставляла даже в ведро палочку, чтобы они не падали, и вот только ранним посевом, только ранним выращиванием через рассаду, и только созданием им вот этих благоприятных, вот таких комфортных условий, чтобы они не чувствовали себя обделенными, ущемленными, если они будут все это время стоять в маленьком стаканчике, им не будет хватать грунта, они обжоры, они любят покушать, грунт должен быть плодородный, если они не будут чувствовать себя вот такими обделенными, ущемленными, вы можете высадить уже взрослый почти огурец, у меня даже иногда высаживала с маленькими огурчиками, если нежно-бережно пересадите, он и не заметит, и через неделю будут огурцы, тут про температуру, всем хочется, но все побаиваются, такая ситуация, что и хочется, и колется, так, ой, вот Филина пишет, слежу за вами и жду, когда вы скажете, что уже можно высаживать в необогреваемую теплицу, помидоры и огурцы, в необогреваемую в апреле, рано, до мая месяца, вам придется все равно терпеть, в апреле, вот, ну не знаю, очень опасно, если, например, вы высадите, и у вас это единственная партия, которую заменить нечем, нет другой рассады, и она у вас замерзнет, то это будет, ну удар, конечно, все, это будет спорченное настроение на весь сезон, поэтому в необогреваемую, если высаживать все, и на постоянку, конечно, рано, так, точно Ольга Павловна сказала, что падеж случится только у тех, кто изначально не с ней растил рассаду, я тоже стопроцентный новичок, два года, второй год подряд, параллельно с Ольгой Павловной сажу все, вот и жду, когда наступят мои условия для высадки, зачем же все сразу высаживать в холод, а потом жаловаться, ну решили рискнуть, сделала, сейчас хотя бы, ага, ага, да, вот я про это, как раз вот, прям с языка сняла, всю партию высаживать, конечно, нельзя, это же у всех разная погода, я вот посмотрела, у нас прогноз погоды, например, на апрель, теплый, плюсовые ночи, и можно было бы высадить, но кто знает, что будет через месяц, например, в начале мая, такие длительные месячные прогнозы, они иногда не сбываются, а чаще всего они меняются у синоптиков, вы видели, что я вот, например, за 2, за 3 недели смотрю прогноз, и он весь оправдывается, а когда смотришь 2 месяца вперед, я все-таки, хоть я и люблю вот такие рискованные, ранние высадки, если у вас один, как одна партия, которую нельзя заменить, томатов, и теплица не обогреваемая, и живете вы не на юге, то в апреле все-таки высаживать рано, нужно подождать хотя бы начало мая, и в мае, в начале мая уже можно посмотреть прогноз погоды, обычно в средине мая уже высаживают все в не обогреваемой теплице, то есть за полмесяца до официальной даты высадки в открытый грунт, вот мы в открытый грунт в первой декаде июня высаживаем, в сибирский регион, в не обогреваемой теплице, за полмесяца раньше люди высаживают, то есть с 15 мая, это уже высаживают все, с 15 мая считается уже, что можно, если в случае будет холодно, можно укрыть укрывным, там как-то подогреть, накинуть те же, какие-то, не знаю, и нетканы, и люди даже покрывалами закрывают в случае мороза, но в апреле, конечно, в совсем не обогреваемой теплице, это риск очень большой, это могут высадить, или только те, у кого есть чем заменить потом, подмершую рассаду, или только те, кто хочет высадить какую-то часть, если у вас есть лишняя рассада, сделайте одну грядочку, поставьте дуги, сделайте вот эти вот, ну всякие, предохраняющие от холода, укрывные материалы, пленки, и выращивайте так одну грядочку, если ничего страшного не случится, значит, это у вас будет часть для раннего урожая, остальное высадите позже, а если что-то случится, вы должны быть готовы, что она у вас, ну может замерзнуть, не выжить, мало ли, там будет какой-то, например, заморозок, минус 8, минус 10, вдруг не сможете сохранить, но высаживая вот эту грядку, так рано, в необогреваемую теплицу, вы должны быть морально готовы, у вас не должно это выбить из колеи, и вы сразу, как, вы запрограммируете себя, что если что-то случится плохое, то ничего страшного, у меня есть другая, это просто эксперимент, выращивайте в качестве эксперимента, а не так, что замерзнет, значит, это все конец, иногда у некоторых, после замерзания, большого количества рассады, они вообще бросают огородную деятельность, психика у людей у всех разная, и кто-то сильно расстраивается, и больше уже не хочет ни выращивать, ни высаживать, ни рисковать, вот у меня характер наоборот, у меня если что-то не получается, я как это, как-то оказал, упрусь на новые ворота, я обязательно добьюсь, я буду повторять на следующий год, буду повторять еще на третий год, я пока не добьюсь, я не успокоюсь, а некоторые люди наоборот, первая же неудача, их выбивает из колеи, вот вы подумайте, к какому психотипу вы относитесь, расстроит вас это очень, или наоборот, только разозлиты вы будете дальше бороться с природой, я всю жизнь борюсь с природой, мне это такое удовольствие доставляет, когда все это победишь, и снеги, и бураны, все, когда люди ахают, ой, да как вы высаживаете, а потом мы сидим и лопаем, эти помидоры спелые, так приятно, ну вот, а вы говорили, что в Сибири нельзя вырастить, там такие, ну и люди отзываются, что да, ничего удивительного, мы всю жизнь так выращиваем рано, и вот мне вчера читала комментарий, очень понравилось, обнострительница написала, это сейчас, когда все есть, у меня, говорит, деды, вот, ну, как, старшее поколение, когда ничего не было, выращивали, и там какие-то, вместо теплиц, срубы рубили, с одной стороны высокие, с другой низкие, чтобы как бы вот так застелить, и чтобы было солнце, и в какие-то вязанки, там, накладывали, вытаскивали днем на улицу, вот как, ну, я поняла, как корзины вязаны, из лозы, что ли, с этой, с рассадой, с ранней, а потом затаскивали домой на ночь, и всегда ели ранние овощи, фрукты, и даже в те времена, люди старались обмануть погоду, перебороть вот эти вот холодные наши условия, критическое, вот это вот, как рискованное земледелие, а у нас-то, у нас сейчас все есть, хочешь пленки покупай, хочешь всякие подогревы, обогреватели покупай, ну, и вот, как раз в тему у нас, еще один комментарий, Юлия Холстова написала, а главное, надо любить это, вы правильно сказали, что этим надо болеть, тогда все получится, и пишут верно, этим надо болеть, значит, все собрались здесь, больные, на всю голову, любители растений, а среди этих любителей растений есть особо вот такие неизлечимые, хронически больные, которые любят еще и не просто растения, а получение раннего урожая, супер раннего урожая, которые идут на всякие разные подвиги, я вот сегодня ночью два раза выходила, проверяла, хорошо ли вам там, не замерзли вы мои крошечки, вот, и все для того, чтобы им было хорошо, и получается, что им сейчас, у них условия лучше, чем у меня, они-то там спят ночью, у них тепло, хорошо, влажненько, они-то там спят, а хозяйка-то не спит, ходит их, сторожит, как бы им плохо не было. И в конце нашего разговора я хочу прочитать вот комментарий Елены Машенькиной, как раз той самой зрительницы, которая мне посоветовала сделать греющую ленту, повторила, чей я опыт, и получилось очень удачно. Она под видео написала комментарий, видео, которое я снимала, зачем высаживать так рано, когда люди спрашивают, зачем высаживать так рано, человек живет в очень таком сложном, холодном регионе, она пишет, правильно, каждый просчитывает свои риски, и на всякий случай готовы все варианты укрытия и подогрева, зато сегодня у меня уже огурцы и плодики томатов, высаживала 30 марта, если не пробовали, не советуйте, не критикуйте, Ольга, не тратьте время. И вот она мне прислала фотографии своей теплицы, для меня это тоже очень интересно, человек живет Югра, этот, как сказать, Сургут, я все забывала раньше, так, подождите, я не смогла сразу открыть, вот Елена Машенькина, регион Югра, город Сургут, смотрим, какие уже в Сургуте растения, смотрите, огурцы у нее там, и вот это вот, вот такой же градусник, как у меня с красной головкой в грунте торчит, здорово, вот они, помидорки такие большие, видите, какой огурец, ой, вам плохо фотографии видно, сейчас я поближе, это все происходит у нас в Сургуте, прелесть, вот они, красавцы, у него теплица другая, у него, видите, вот эти стенки прямые, как полуарка, наверное, вот они, уже огурчики, говорят, есть, маленькие, ну, прекрасно, вот такие растения уже есть у людей, которые не боятся рисковать, не спрашивают, а зачем так рано высаживать, так вот затем, чтобы вот огурцы уже через неделю, через две недели на стол можно было положить салат из огурцов, показать, порадовать своих близких, я вот тоже отношусь к тем людям, пусть даже, иногда бывает, я даже не буду спорить, не все проходит гладко, и вот так вот, как по маслу, иногда бывают и неудачи, но даже если там на одну неудачу 5 или 4 года будет удачных, это и то хорошо, да, у меня тоже бывало, я говорила, вот как в первые, в первые годы, когда я еще не умела, не знала всех этих характеристик теплиц, не знала, что нужно еще дополнительное утепление, когда у меня замерзало, но теперь я уже всему научилась, я никогда не откажусь от ранней высадки, от ранних посевов, пусть я затрачу свое время, свой труд, но я зато получу плоды тогда, в тот период, когда другие наши соседи в открытый грунт только высаживают рассаду, представьте, я вот с тоской смотрю, они высаживают в июне рассаду, захожу в свою теплицу, у меня как будто другой мир, другая планета, а у меня уже висят красные, и вот это чудо, я уже говорила, что мы не столько для еды, сколько для своего вот этого удовольствия, для поднятия своей самооценки, что я победил природу, я сделал это, когда у всех только рассада, а у тебя уже спелые плоды, это так приятно, как будто на машине времени, перенесся на два месяца вперед, и уже кушаешь, сидишь томаты, я не знаю, все ли меня понимают, но я думаю, что вот такие очумелые огородники, они меня понимают, что ради урожая пораньше на месяц, ради вот этих спелых ранних плодов, можно горы свернуть, кстати, у меня, я все жаловалась, рука-то, артроз, я забыла про больную руку, какая тут рука, тут думаешь о них, и вот эта самоотверженность, когда себя ставишь на второе место, а их на первое, и действительно, оно помогает забывать о своих болячках, настроение хорошее, самочувствие хорошее, все само собой рассасывается, но все, до свидания, желаю всем удачи, пробуйте ранние высадки, радуйте себя и близких ранним урожаем, а я еще раз посмотрю на красавцев, у Елены Машенькиной в Сургуте, заметьте, и пойду своих тоже, сегодня буду замачивать огурцы, пора и нам, для раннего урожая огурцы выращивать, но что-то на будущий год, мне надо тоже попробовать, в обогреваемую теплицу, ранний огурец посадить, я обзавидовалась белой завистью, у кого-то уже такие плети огурцов, а я только севечки пошла замачивать, надо брать пример с северян, и еще небольшая добавка, вот про этот махровый цветок, который многие приняли за махровый, сейчас расскажу разницу махровый и крупный цветок, я сходила специально свой сфотографировала, вот это цветок просто крупный, вот смотрите, у него, я пыталась там на улице рассказать, показать, но там невозможно, на фотографии это проще, вот у него единственная вот эта сердцевинка, вот центральная, и в один ряд вот эти лепестки, где он махровый, он не махровый, просто на первой кисти, обычно самые крупные томаты, и он будет, наверное, крупный, вот этот плод, но цветок не махровый, когда цветок махровый, это слепленные несколько цветов вместе, это вот таких срединок, тут было бы несколько, например, две или три, и вот эти вот все лепестки, одного цветка, второго или третьего, они бы были все вместе, и он был бы действительно махровый, а эти видите в один ряд, нет, это не махровый цветок, вот я фото сделала, смотрите, какой красавец, будет, наверное, классный помидор с него, н. arasnow,